В селе Львовское всем миром собрали деньги на иконостас для местного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня церковные богослужения проводят уже с новой алтарной перегородкой необычайной красоты. Изначально, еще во время затянувшегося строительства храма, соорудили самодельный иконостас из гипсокартона. Одна из первых прихожан церкви Людмила Ганеволк вспоминает, как бедно было убранство храма, который по крупицам достраивали и украшали на пожертвования. Обили тканью реки, поставили врата царские, которые нам с Белгорода прислали, старец Павел. Стены были без штукатурки. У нас все это было очень, как бы сказать, бедно. Но было очень хорошо и благодатно. Вот так выглядел импровизированный иконостас до прихода отца Сергия, который сейчас является настоятелем этого храма. Этот иконостас простоял, сколько у нас получается, где-то лет 8-9. И как-то, когда мне сюда благословили начальствовать, то я стал переживать, что люди молятся на такой бетафорный иконостас. И потихоньку стал думать, что и как, молиться об этом. Отец Сергий признается, что изначально боялся даже сказать прихожанам о своем намерении открыть сбор на новый иконостас. Стоит он не один миллион рублей. Однако люди поддержали, собирали действительно всем миром. После подключились организации, предприятия, села и района. СМИ – добровольческая организация «Своих не бросаем», созданная для поддержки бойцов СВО, с которой храм поддерживает тесное сотрудничество. Так и собрали. Батюшка называет это не иначе, как чудом. Эконостас – это не просто убранство храма. Он несет в себе глубокие смыслы. Кроме того, изготовлен он в Тульской области. Именно на Тульской земле 21 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, произошла битва русских полков во главе с князем Дмитрием Донским, с монголо-татарскими войсками. Историки утверждают, что в этот день решилось будущее русской земли. Растительный орнамент на иконостасе символизирует само Куликово поле. А область в районе центральной иконы «Тайная вечеря» напоминает фактуру русской кольчуги. Выполнен иконостас из ольхи. Дерево решили не красить, лишь покрыли защитной пропиткой. Нижний ряд икон был передан храму из войскового собора Александра Невского города Краснодар. Много чего передано Львовскому храму и Свято-Никольской церкви Станицы Северской, где отец Сергий долгое время служил. Например, вот эти аналои и распятия. А недавно один добрый человек помог благоустроить территорию храма. Еще в прошлом году во время крестного хода приходилось идти по грязи и спотыкаться о камни. Сейчас здесь плитка. Еще многое нужно перестроить и благоустроить, но отец Сергий уверен, что с Божьей помощью и поддержкой православных христиан церковь Рождества Пресвятой Богородицы станет еще красивее.